здравствуйте дорогие друзья с вами передача фокус на человека в одной из наших прошлых передач наш гость психолог рекомендовал в сложное время обратить внимание на свои обычные дела на свои рутинные дела и сфокусироваться на них но есть еще один способ на который мы хотим сегодня обратить ваше внимание это возможность заземлиться и впустить свою жизнь что-то новое живое по-настоящему горячий я бы сказала и делом над которым придется потрудиться которая вполне может стать делом жизни либо настоящим крепким увлечением и так сегодняшние гости нашей студии далеки от психологии но очень близко к земле мы сегодня с вами будем говорить о винограде с нашими гостями это специалист ботанического сада казанского федерального университета ольга леонидовна крайкова и председатель клуба виноградарей казанская лоза рустам мини гатович гумеров здравствуйте первый раз когда я узнал о том что в казани и вообще в татарстане выращивается виноград такого вида как я увидел на фотографиях у меня был настоящий шок мы все выросли с пониманием того что казань и татарстан от страна вечных зеленых помидор да это вот мне с детства такая штука в голове и соответственно какой виноград ну да ну изабелла ну да ну кислян кислян кислянка какая-то до которую невозможно есть просто вот так ну так или часто виноград сажали для красоты да и вот он так вот оплетал там что-то такое непонятно и когда я увидела фотографии винограда которые выращивают выпускники вашей школы или члены вашего сообщества я была конечно поражена и я бы хотела чтобы вы поделились со зрителями не только секретами своего мастерства а еще и вашим настроением и вашей сумасшедшей совершенно увлеченностью и глубиной ваших знаний развенчайте мнение что страх что раз что-то татарстан это страна вечных зеленых помидор до реакции ваш понятно потому что мои вот родственники когда я заявила что я буду заниматься виноградарством они были очень удивлены и так посмеивались но когда через три года мы начали уже снимать грозди которые не только не уступают покупному вера на винограду а по качествам и по вкусовым своим качествам по сахару превосходит покупной они уже перестали смеяться и начали спрашивать а какие еще новинки будут в этом году виноград начинает поводоносить с 3 4 года и достаточно долго плодоносит и живут кусты до 50 лет при хорошем уходе действительно вот сейчас прошло то время когда мы знали только изабеллу или альфу и она росла вот на всяких этих заборах беседках сейчас селекция дошла до того что мы можем большое количество сортов выращивать здесь но это ранее сорта с большим разнообразием вкусовым разнообразием то есть это может быть и вкус с вишневым каким-то оттенками да это вкус может и с земляничными оттенками и с карамельными яблочными вот сейчас у меня заплодоносил кишмиш у которого вкус дюшеса и учитывая то что ягода полезная сама по себе да то есть она сбалансирована из древних времен ее выращивали и в лекарственных лечебных целях то есть мы собственно охватываем весь спектр всего того что хотелось да там и продовольственная программа и и лекарственные вещи и дети у нас довольны и мы естественно едем свою ягоду которую вырастили то есть вырастить своими руками это сам процесс очень интересен когда мы говорим о винограде вот допустим когда я слышу слово виноград для меня это нам нужно немножко такое сакральное слово потому что она известна ведь очень здесь будет правильно сказать с очень древних времен и виноград это виноградная лоза с помощью которой всегда искали воду да вот это вот приборчик такой в руках виноградная лоза это ну символ и и поэтический и библейский символ здоровья долголетия виноградная лоза это укрытие своего рода ну патио делают да в италии укрытие от солнца это это символ плодородия да и из лозы делают ну практически она все все идет в дело до до из лозы делают мебель из корзин до корзины залести в делают алма и спрог из плодов делают вино то есть он весь собственно говоря идет и в дело и благодарны очень растение о которой мы знаем много лет и историю немножечко винограда поподробнее кто-нибудь из вас может рассказать но виноград наверное одно из одно из немногих растений которую начал культивироваться человеком с древнейших времен древнейших времен это солнечные ягоды но у нас у людей сложилось мнение что виноград может прорастать только в южных районах в южных районах там где тепло где солнце больше но есть данные сидеть данные что в россии допустим в районе москвы даже в самой москве в начале 18 века уже были кусты винограда вырастали то есть и виноград может расти не только там где мы предполагаем на юге есть возможность выращивать и у нас есть данные что в 40 60-х годах прошлого столетия были промышленные виноградники в зеленодольском районе то есть вот прям да 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 то есть ну потом связи с чем это все затухло я не знаю но это доказало что виноград в татарстане может расти на базе школы юн юнатов в зеленодольском же районе выращивали сорта мичуринские сорта и другие сорта винограда в основном но в основном эти такие сорта которые срок вегетации который был небольшой чтобы успевали да 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 теперь у нас в татарстане в казани в клубе виноградари произрастает более 250 сортов винограда они все разные но они имеют значит виноград имеет срок вегетации от 90 дней допустим до 90 дней самые сверх ранние сорта и до выше чем 180 дней у нас может произрастать виноград который срок вегетации не более 120 125 дней и вот в этом в этом промежутке значит более 250 сортов винограда имеется уже у нас сказать в татарстане в казани любители винограда значит это я считаю что это заниматься виноградом это болезнь это такая неизлечимая болезнь но самое хорошее почему потому что если посадил человек 56 кустов винограда он испытал его посмотрел по вкус покушал покушал ему хочется испытать чем новые сорта и он потихонечку потихонечку затягивает да это и хочется испытать новые сорта которые есть они с каждым годом все увеличивается генофонды и это гибридные гибриды и приобретая черенки высаживает здесь адаптирует виноградарь и если он показывать те характеристики которые были в описании этого сорта то это виноград можно размножать и предлагать своим коллегам и так виноград у нас это самое размножается я имею среди к членов клуба вот например у меня сейчас я начинал с одного куста лет 30 тому назад этот куст назывался изабелла кто-то из соседей да я даже не хотел бы на попробуй посади посадил тогда не книг не было интернета не было где читать и откуда чего брать не возревает потому что срок созревания его срок вегетации более 165 дней у изабеллы он тут вроде темнеет сахар немного набирает но качество тех данных которые у него есть в описании он не не приобретает ну думаешь хоть потом захотелось мне думаю где вы научиться выращивать это виноград нормально потому что один год обрезаю на следующий год ничего нету перерезал не так по обрезал не обрежешь вырастают ягоды мелкие грозди маленькие и вот решил найти любителей винограда река у которых можно поучиться и так а я вышел на клуб казанской лозу а клуб казанской лоза окажется организовалась вот в этом году ему будет 16 лет люди тоже варились своим соку и кто-то подал идею написали в газете сам хозяин объявление виноградари давайте соберемся решим вот это поговорим и вот 30 ноября 2006 года в редакции к этого этой газеты собрались виноградари любители среди них вот допустим были вот ленте ланочки ряги гордин андрей викторович валеев фарид гумерович монаху вера андреевны и они поговорив решили создать клуб казанской лоза без тех пор значит клуб казанской лоза существует я уже на данном этапе четвертый председатель этого клуба клуб это живой организм он состав клуб постоянно меняется но косяк там 15-20 человек остаются потому что люди приходят в клуб клуб шить такой клуб клуб это общество сообщество людей по интересам за даже интерес не только что-то заниматься вот именно виноград пообщаться проконсультироваться задать вопросы и к нам все время подтягивается молодежь то есть молодежь под хотим подтягивать новички приходят потому что мы каждую осень организовываем выставку винограда и когда люди приходят на эту выставку удивляются откуда вы привезли но не верят что это действительно растет у нас допустим грозди бывают и 2 и и более сорт килограммах 1 гроздь до 1 грозь вот у нас есть преподаватель преподаватель вуза анвар сейчас извинить фамилию забыл конечно он на выставке один раз предоставил виноград сорт аркадия 4 килограмма и сахара у него было столько сколько было в описании там от 16 до 18 процентов содержания сахара но выращивая виноград в основном люди врач самые кушают виноград сначала глазами покупает крупные саженцы крупных сортов ну весь виноград не сохранишь если 60 кустов и все будет столовые сорта мы потихонечку переходим на технические сорта то есть технически вот этот нюанс скажите пожалуйста что такое столовые сорта что такое технические столовые сорта и технические сорта отличаются друг от друга только по размеру грозди и размеры и ягод но технические сорта не такие что у них сока выходит намного больше чем у столовых сортов столовые сорта в основном мякоть а технические сорта под оболочкой находится одна жидкость немного мякоть есть и семена то есть если из столового сорта кисть килограмма столового сорта можно силам выдавить 200 но максимум 230 грамм сока то есть техническую сорта винограда из килограмма можно выжать до 800 грамм то есть 80 процентов сока и этот сок можно стерилизовать и пить натуральный сок не то что в магазине продается который там я не знаю как из порошка его литр виноградного сока стоит дешевле чем килограмм винограда на рынке или в магазине это если непонятно откуда берется такое ольга леонидовна я позвольте спрошу ли вы как сотрудник кфу наверное ну в том числе и член клуба знаете наверное в каких районах татарстана виноградарство наиболее успешно или уже развита я знаю что сейчас у нас есть промышленные посадки винограда нож на 6 гектарах это предприниматель фермер айрат им им его лединов он первый кто действительно начал в промышленных масштабах свое виноградное дело но поскольку виноград вступает в положение на четвертый год то есть он вот только 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 начал уже как бы получать первый урожай 6 соток 6 гектар произведите из них три гектар это камско усть камско устье раку с кашка устье район до 3 гектара у него открытого грунта то есть у него или и укрывной виноград и не укрывной виноград и 3 гектара у него под теплицами то есть как вариант в принципе можно еще и попробовать укровную культуру но это уже дело каждого потому что я начинала с открытого грунта тоже также два вот как русском мини-гатвич он с одного да я с двух начинала с двух и потом затянула и дома почему бы не в теплицу я выселил все помидоры открытый грунт и посадил туда виноград а еще где в каких районах есть сейчас я знаю что не и сельского хозяйства занимается апробации сортов некоторых которые у нас уже давно на участке растут правильно я понимаю что ну вот вот этот камско устье цинский предприниматель он именно уже бизнес-модель используют для того чтобы выращивать и был бы и я я правильно понимаю что здесь в принципе есть прекрасная перспектива да она не быстрая да она где-то 45 ну может быть максимум шесть лет но там отечественное вино без да и на грани свежая на рынке будет непонятных добавок да в которой в качестве которого мы уверены то есть это ну в общем то импорта то то самое импортозамещение начиная с самого винограда как такового как ягода и заканчивая разного вида продукции до сделаны из винограда уже а насчет того в каких районах еще вы выращивать виноград вот в клубе есть человек у него виноградник в нижнекамском районе сад почти гектар сады там он выращивает и столовые сорта и винные сорта я валадинах между прочим делаю тоже вино и это вино реализуется если интереснее могу сказать примерно цены сколько это но всем будет интересно в районе 600 рублей но 7 бутылка у него берут хотя в магазине если по 500 рублей сего сделаны ну да мы не знаем из чего сделано иногда говорят что в грузии столько вина виноград такого не растет сколько вина продают здесь только в казани в татарстане а по россии это не знает такие большие вот ну промык мы клуб у нас занимается в основном с тем чтобы популяризировать реализировать виноград среди садоводов чтобы люди занялись не выращивали не только обычно традиционная культура между прочим виноград он самый неприхотливый вот в морозные годы вот по моему 79 на 80 год были морозы в конце года в начале этого года до 50 градусов очень много косточковых семечков погибло когда виноград он укрытый немного снега легло и виноград сон сохраняется он растет в на любой почве на любой почве только желательно чтобы ph кислотность была нейтральной тогда виноград растет на любой почве как вы думаете в чем еще интерес выращивание винограда вот ольга леонидовна паре про то что это возможности импортозамещение мы сказали да но вот вы насколько я знаю мама до будущем может быть ну я надеюсь у вас будут внуки вот как вы думаете вот с точки зрения привязки человека к своей собственной земле до хорошем смысле привязки виноград перспективен но я может быть у меня своя ну как бы свой ответ есть но я вот ваш хотел бы услышать как вы думаете понятно что вы человек априори любящий землю потому что вы ботаникой занимаетесь но все-таки вот с точки зрения человека не ботаника до перспектива именно винограда в своем саду вот семейные такого дела семейного такого дела конечно же если детей с раннего детства приучать к земле то я думаю что нет у них другого выхода не и полюбит даже вот когда сын у меня рос он у него не было тяги к ботанике каком-то земледелию и тем не менее да у него профессия далеко от земли от земли деле и он с удовольствием приходит и копошится в земле что-то сажает в том числе виноград он каждый раз вот смотрят как он цветет как вот и естественно если мы будем приучать своих детей то вот этот якорь к земле передавать свои знания которые мы накопили а каждый год у нас что-то новое виноград подсказывает и мы лишь какую-то проблемку подкидывает мы решаем эту проблемку и вот накапливая эти знания мы можем передавать и детям и внукам и они будут дальше нести это все и вполне возможно что будет уже нет не 200 сортов через какое-то время уже 500 и мы уже будем основными поставщиками никакой никакой импорт нам не нужен будет я по-моему правильно поняла что во главе вашего клуба стоят люди профессиональные то есть это либо аграрии либо сикли селекционеры правильно я понимаю но по крайней мере может быть не во главе но создали этот клуб так сказать что аграрий чисто аграрии нельзя просто любители глубокие такие любители которые настоящие если начали заниматься виноград выращивать винограду нашли литературу находим теперь литературу в интернете то есть занимаются и беря информацию в интернете конечно нужно делать большой фильтрации фильтровать потому что в интернете пишут кто попал конечно да он человек может написать тот который даже виноград не знает как он растет понимаете где растет есть ведь некоторые городские люди думают что булки растут на деревьях также и такие же люди пишут самые про виноград в интернете надо лучше всего конечно брать знания из книг потому что книга если человек написал он должен за свои деньги его издать и только когда продаст он получит доход а если он не написал не то и он это книги не реализует знаете я хотел сказать вот про молодежь вы говорите молодежь должна созреть чтобы заняться винограды что вот он я вырос в татарской деревне у меня у дедушки у одного во всей деревне было две яблони и три куста смородины раньше татары выращивали че картошку кормовую свеклу и все а теперь внук моего деда выращивает виноград то есть заинтересовало меня я думаю что дедушка мой там глядя тут может быть наверное доволен скажет ахо неплохой след оставил неплохое воспитание мадам молодежь тоже постепенно созреет до 40 лет допустим ним тоже не интересно было за заниматься с землей после 40 лет уже как потянула получил приобрел землю и вот втягиваясь ищу знания еще информация общаясь со своими одноклубниками но и я смотрю люди приобретаю виноград саженцы на выставке берут теле адрес посадили один куст через год через два значит звонит а можно еще можно еще то есть они входят потихонечку во вкус не берутся раза 50 кустов ага прежде чем научиться надо сначала опыт какой-то примет люди смотрю люди и моложе 30 лет приходит приезжает потом сарафанной радио работает поэтому я считаю что виноград он будет иметь перспективу иметь наша цель к нашего клуба во первых вот вы это самый популяризировать виноград и чтобы это виноград рос в каждом саду каждом дачном участке плюс в деревнях где только вот и есть дома даже есть такой девиз поддерживаем что там где растет виноград там вещь цивилизации предыдущий председатель который был до меня он говорил там где растет помидор там растет виноград сейчас уже помидоры у нас не вечно зеленая потому что мы высаживаем рассады да есть сорта помидор который уже в конце июня созревает у нас виноград созревает начинает созревать у меня напали лично у меня середина августа и идет конвейером не надо сажать все сорта одинаково срок созревания надо чтобы конвейер был вот тогда виноград можно использовать виноград очень полезный продукт вот к слову да и полезности она называется отрасль где лечат виноградом ангела терапия что это это лечение то есть еще в древности значит продуктами виноградом виноградным соком вином врачи лечили проводили профилактику и лечение болезни если такое такое самое понятие что все зависит от дозы одна доза это лекарство другая доза это яд вино из винограда допустим одна доза это лекарство лечение другой даже это тоже вредно наш первый председатель и основатель этого клуба казанского зала леонти иванович кирягин он страдал болезни желудочными какими-то и ездил на юг минеральные воды до минеральные воды и там прослушал лекции про виноград про лечение виноградом и задался целью раз врачи не могут меня вылечить может быть виноград вылечит начал начал вращивать виноград и вот виноградом ему уже сейчас 87 год до сих пор он живой здрасте виноград ему помог виноград это один из трех продуктов в мире которые усваиваются человеческим организмом полностью это первый продукт это материнское молоко второй продукт это мед и третий продукт это виноград вот теперь понятно откуда сакральность вот это вот этого слова священность да вот это да да понятно совершенно вот насчет полезности винограда еще сейчас нашли значит в ягодах в вине в соке в листе более 800 компонентов которые полезны витамины там и другие полезными и вещества которые полезны для организма это только еще нашли а может быть если будет исследовать еще больше то еще могут быть какие-то там варианты найти а сколько времени нужно учиться чтобы овладеть вот этими знаниями по ну сами хотя бы как говорят базовым пакетом знаний ну ну сколько за 1 за за одно посещение занятий как клуба казанской лоза конечно не научишься мыс как сажать как выращивать я поняла что в течение учебного года можно уже он свой час азы да понятно ольга леонидовна как правильно подбирать сорта для посадки что нужно учитывать но есть два главных принципа на которых нужно обратить внимание это срок созревания как рустами не гач говорил что вот ранее и сверх ранее то есть сверх ранее при нашем коротком лете вот 100 115 120 дней до мы можем смело сажать виноград который вызреет этот 95 дней если в паспорте виноград написано если 120 дней но и среднем 110 100 110 да это вот ранний виноград и второе на что бы я хотела обратить внимание то посмотреть все таки отзывы от винограда насколько вызревает лоза потому что если лоза у винограда в текущем году не вызрит то соответственно будет зимовать плохо то есть на это тоже нужно обратить внимание далее значит по убывающие мы смотрим насколько виноград подвержен подвержен заболеваниями априори виноградное растение конечно неустойчиво к грибковым заболеваниям и поэтому селекции направлены на то чтобы получить ранний виноград и виноград устойчивый более-менее комплексоустойчивый к заболеваниям главные значит болезни которым подвержен виноград это аидиум то есть это мучнистая роса и ложный мучнистая роса которая заболевание называется мильдию вот эти два главных бича винограда тоже нужно смотреть значит если по паспорту написано что виноград устойчив на 3-4 балла это примерно 3-4 стандартной обработки и мы можем получить чистую продукцию и без потерь потому что грибковые заболевания поражают не только саму ягоду но и лозу который впоследствии может плохо перезимовать да эти нюансы конечно очень хорошо раскрывается вот опять-таки школа в казанской лозе которую я тоже не посчастливилось ее тоже закончить как как к вам попадают люди вот как вот я допустим если бы вы к нам не пришли если бы мы случайным образом не познакомились я бы про ваш куб ничего не знал вообще я кстати очень вам благодарна за то что вы меня пригласили вот на ту самую дегустацию потому что такого количества людей скажем так как это называют вторая зрелость вторая зрелость да этот возраст называть я не не видела никогда во первых все невероятно молоды во вторых у всех но просто горящие глаза энергия да это вот то это дело жизни которому которым они наполняют себя и соответственно всех окружающих да мы же каждому человеку нужен человек и мы все друг за друга цепляемся этому вот как к вам люди попадают но если вот силам тянуть кого-то насильно мил не будешь говорят понятно так силам заставить человека заниматься выращиванием винограда невозможно во-первых сарафанной радио кто-то приобрел саженец у кого-то посадил у себя на участке у нас садов есть очень много садовых товарищ соседи видят что-то растет угостили где взял что взял ага вот там то а как научиться вот эти люди значит дают адрес потом мы я уже повторяюсь осенью проводим выставку винограда то есть вы но вы выносим на выставку все сорта винограда которые к этому времени созрели и сохранились потому что выставку мы проводим где-то в середине сентября ягоды которые созрели в августе уже они съедены здесь люди интересуются пробует виноград мы даем пробовать они пробуют у кого есть излишки могут даже продать этот виноград саженцы там же бывает и даем свой адреса и самый телефон когда позвонить пока поэтому телефон и когда будет занятие вот на эти занятия приходят значит люди которые заинтересовались и начинает заниматься посещает некоторые значит год-два позанимались получили аж и ну занятые люди многие предприниматели если у них время может не бывает все да если вопросы возникают они позвонят мы значит никогда бывшим бывшим членам клуба не отказываем к консультации так что вот такие дела основной костяк которые в основном делятся своим опытом это человек 15-20 они ходят постоянно постоянно вот еще такой интересный момент я забыла обратить внимание на то что саженцы они тоже являются элементом если говорить о бизнесе купли-продажи потому что даже по тому прайс-листу который я смотрела саженцы начинается от 300 до 600 рублей за за одну за один саженец это по-моему очень достойная цена для того чтобы вот иметь возможность этим тоже зарабатывать да хорошо все на то достойно вот когда мы допустим приобретаем новинки если с юга появилась новинка но сейчас маленького опытнее стали больно абсолютно новые вещи покупать не стали почему потому что человек который реализует вот эти новинки они в погоне за деньгами значит бывает не очень это самое надо проверенных людей да 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 а когда уже оба этой новинки появляются какие-то отзывы в интернете тогда можно приобрести черенки но эти черенки это получается некоторых до двух-трех тысячи черенок получается но это черенок адаптируется здесь если все показывает то что он должен действительно описан тогда уже появляется у нас свои саженцы и 600 рублей я считаю это не такая уж большая цена да и это раз а во вторых то что дешево без цен бесплатно она не ценится то что во всем во всех сторонах жизни так это везде так а если возможность у тех кто к вам попадает в клуб съездить на мастер-класс вот прям на участке вот этих самых зубров ваших виноградного дела мастеров да есть такая возможность мы на занятиях особенно на последних предпоследних занятиях обязательно говорю особенно новичкам если вы желаете получить консультацию прямо на участке собираетесь предварительно кому хотите какому при награды приехать позвонить ему что тогда тогда мы хотели бы к вам приехать собирается одна две три машины и приезжают люди и мы показываем как это самое выращивать как делать операции некоторые знаешь приезжает осенью чтобы смотреть как сделать обрезку правильное некоторые приезжают летом посмотреть как проводится зеленая операция то есть мы опытом делимся заинтересованы винограды ли такие люди у них душа нараспашку хоть каждый день готова принять людей ну как хочется делиться на базе что-то умеешь вот люди благодарны и да вот когда я умею приходите я вас тоже научу это же так здорово понятно а ольга леонидовна как вы считаете вот выращивание ну или даже хочется сказать возделывание винограда может стать с той самой опорой который вот сегодня людям так вот не хватает да конечно ну потому что когда в саду что-то сажаешь и вот ходишь лелеешь как вот рустами гаджки откупились саженец да вот посадили он за лето взял и вырос а на следующий год вот вы не ждали он взял и дал нам маленькую хотя сначала маленького но очень вкусную данную вашу первую вот виноградную гроздочку пусть она небольшая но сколько удовольствия вот сам процесс вот это да а потом он на следующий год еще больше дал вы угостили родственников все стали восхищаться и вот сам процесс это вот действительно земля она же дает энергию никто что мы вкладываем виноград очень благодарны растения он сам подсказывать что ему нужно он вот если хотя бы чуть-чуть вывод внимание ему уделите он обязательно вас отблагодарит вкусными ягодами но я даже могу по себе сказать что когда у меня первый виноград появился его было так много и он был я же вообще не знала какой там будет ну так вот кота в мешке покупал а он оказался сладким с плотный такой лозой очень плотный крупным достаточно крупным это было конечно восхитительно я была невероятно горда я всем хвалилась я принесла на работу я угостил всех родственников это было очень приятно и ну и вообще когда ты понимаешь что ты кому-то нужен а ты ты можешь этот виноград ну как я уже говорила угостить да ты нужен тем кто кому кому может твоя помощь тоже понадобится то и делать что-то полезно для людей для мира то энергия тут откуда-то появляется правильно же да вот в этом парадокс и вот у меня вопрос с этим к вам обоим психологи говорят что природа это женская энергия а то что мы делаем руками это мужская энергия и когда мы своими руками что-то делаем для природы то что это для вас вот что вы чувствуете в этом что вам дает вот эта связь не только с виноградом вообще с природой землей мне это дает чувство удовлетворения и когда что-то сделал какую-то работу неважно это обрезал розы высадил помидоры свои любимые дает там не знаю поздоровался с виноградом потому что он палит для меня это ощущение счастья вот именно сейчас вот здесь когда вот и каждый день ты просыпаешься душой пойду посмотрю меня там цветочек расцветает у меня там виноград зацвет как он за как он завязывается я первый раз когда у меня зацел виноград я очень долго рассматр рассматривала как же он цветет как как вот эти колпачки падают как вот он потом начал дуть ягоду и каждый день я приходила и смотрела как же все это происходит но это вот это как таинство что ли не большое удовольствие работать на земле а у вас как просто мне готовить что это для вас это я даже конкретно сказать не могу вот сейчас с нетерпением жду когда я смогу уехать не нет не поехать а уехать на лето сад я утром даже зубы еще не успею почистить зуд да зуд мне нужно пройти по своему участку посмотреть я был там растут учета внимание будет не обращая вот в каждом кусту винограда прохожу как он как он растет как он развивается да то есть все надо пощупать дает какой-то заряд энергии потом завтракаешь и начинаешь потихоньку проводить делать какие-то определенные работы вот почему еще я самый в пользу винограда говорю если мы я воню или особенно груша посадили то первый урожай мы можем получить на шестой седьмой год самый раньше я в груш еще даже дольше а виноград как сказал ольга леонидовна уже на третий год на третий год минимум можно уже получить хорошие ну три-четыре килограмма и ягод можно получить при хорошем уходе их уже своих со своей до своей ягод поэтому занятия винограда очень так я сказал бы интересное занятие я призываю всех кто допустим послушает это посмотрит это передачу поленько подумать найти хотя бы для одного куста солнечные место который проветривалась бы только желательно солнечные не не северная сторона дома таки потому что виноград это солнечные ягоды да и вы тогда через два через три года получите первые ягоды и возможно втянетесь в работу с виноградом и благодарность винограда сможете увидеть да 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 но хорошо в заключении в заключении нашей встречи я подводя итог хочу обратить внимание на что где наши зрители могут вас найти поэтому телефону можно найти значит самые позвонить мне его знать когда можно будет допустим прийти в клуб казанской лоза и когда начнутся занятия возможно мы раньше занимались значит в доме культуры общества слепых сейчас возможно мы возможно еще полу полностью конкретно не ненавируется рассматривается вопрос возможно будем заниматься в стенах вот этого казанского древнейшего древнейшего университета я например там побывал первый раз когда договаривался меня восхитил архитектуры внутренние красиво конечно и желательно если это все случится то будем заниматься в одной из аудитории казанского федерального университета там где лобачевский работал где работал учился ленин толстой так что я думаю будет будущее у нас прекрасно хороший будет а телефон если надо я могу вам дать номер телефона или вы как-то там спасибо вам огромное за то что вы пришли нашли время нашли возможности я прям двумя руками за это дело я заказала себе тоже саженца жду с нетерпением времени посадка посадки как говорят есть такая поговорка у бога есть только наши руки и ты когда это понимаешь и проникает эта фраза в глубину в твоей души то вспоминаются слова мартина лютера который говорил даже если бы я мне сказали что завтра будет конец света то уже сегодня я бы посадил дерево спасибо вам большое за внимание с вами была передача фокус на человека в студии работала наталья жула всего хорошего